Дискуссионная клуба 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 — Первый раз на фрегат Палладе, да? — Да, первый раз. — И какие ваши впечатления? Все-таки первые впечатления, они немножко другие, когда уже человек, как Михаил Георгиевич, он уже не первый раз на фестивале, уже, наверное, по-другому уже будет мнение. — Ну, я согласен с Алексеем Петровичем, что организация на хорошем уровне. Для меня, честно говоря, было что-нибудь непривычно. Ну, я и сам веду школу выживания, экспедиции, как вы сказали, действительно, десятки экспедиций в разные страны, в том числе опасные. Я, разумеется, привык работать с более взрослыми людьми, студенты, взрослые люди, а вот с детьми как-то у меня первый был опыт. Дело в том, что я же здесь… Дело со стороны, мне кажется, удался ваш опыт. — А вы были на площадке, да? Ну, как бы вот я попытался сделать такую основу школы выживания. У меня есть школа выживания для взрослых, где люди как бы ориентирования, и костры, и как выживать и в джунглях, и где-то в северных условиях. Здесь мы, ну, не можем весь спектр представить. Ну, хотя бы основные там четыре я сделал направление. И, ну, честно говоря, хоть у меня было трое волонтеров, мы вот четверо не справлялись. Действительно. Дети идут. — Поток большой. — Поток, и все с такими глазами. — Все именно в школу выживания шли сначала. — Ну, я думаю, нет, их там много, их же больше двухтысяч, наверное, сегодня пришло. И, ну, что я хочу сказать. Конечно, дети, честно говоря, не подготовлены. Если сравнить наших детей, десятилетних и индейских, с которыми я привык общаться, там, грубо говоря, девочка в 10 лет, она все. Она уже кормит младших детей, которые два. Мальчик в 10 лет ездит на рыбалку, добывает пищу. А здесь, например, мы были, ну, я учил детей делать укол в случае, допустим, укуса змеи, как сыворотку. Ну, мы на ногу накладывали такую вещь, идентичную телу, чтобы они не боялись, ну, сделать укол себе или товарищу. И вы знаете, вот все боятся, причем даже взрослые, 15-летние. Одна девочка не шприцом набирала, ну, как бы сыворотку, ну, вместо сыворотки вода была, она другим концом стала запихивать шприц и думала, что туда пойдет. То есть, конечно, наши дети, как сказать, не подготовлены. Но, в принципе, вот поэтому, я думаю, что такие фестивали и с такими вот, ну, какими-то, не только школы выживания, а там была куча площадок, где дети чему-то, чему-то учились, они очень нам нужны. Их надо, понятно, и не только по Ульяновской области, их по всей России надо как-то развивать. Но, я думаю, вот, русское географическое общество, тем более регионального развития, должно помочь. У меня, кстати, к вам вот сразу такой вопрос. Я с 93-го года в русском географическом обществе, но последние два года членские взносы не платил. Меня они не уволят там. Можно вы за меня это словечком, да, за меня вы. Ну, у нас нет строгих сроков исключения из рядов русского географического общества за неуплату членских взносов. Региональное отделение принимает такое решение, насколько я знаю. Вы к какому региональному отделению относитесь? Ну, я к московскому. К московскому. Ну, я думаю, что если вы заплатите членские взносы, по-моему, они у нас составляют не такие большие деньги, 300 рублей в год, то мы уж как-то оттянем момент исключения такого уважаемого человека из рядов русского географического общества. Вы останетесь с нами, не надейтесь. Спасибо. Пожалуйста, оставьте. Михаил Георгиевич, вы который раз уже приезжаете к нам? Для нас это вот прям такая честь. И мы так рады всегда вас увидеть. Так интересно вас слушать. Да, я, наверное, по сравнению с Алексеем Петровичем, с Анатолием, некоторые старожилы и фестивали, и вообще, так сказать, посетители Ульяновской области, посещая своих коллег, обмениваюсь опытом, встраиваю какие-то выставки, лекции, читаю встречи. И могу сказать, что, конечно, мои ощущения не исходят только из того, что я увидел сегодня. Многие вещи сегодня, то, что я увидел, они повторяются, и поэтому ощущение-то, конечно, складывается из комплекса его факторов. Замечательная встреча, вот, кроме фестиваля, была сегодня с коллегами, студентами медицинского института, да, так сказать, вспомнил студенческую молодость, занятия туризмом. Да, и вообще, конечно, благодарен организаторам, то, что ее дают возможность вот как раз иметь такую обратную связь, рассказывая о аспектах на киноклубе, я рассказывал одну тему, медикам рассказывал другую. И мне важна, конечно, вот эта обратная связь для того, чтобы скорректировать собственные планы, увлечения и так далее. Для меня всегда в путешествиях был важен элемент, это, конечно, его целевая направленность, не только самоводовлетворение, вот, почти какое-то место около вас не было, увидел, теперь запомнил, была мечта как-то вот оказаться среди кактусов высотой больше человеческого роста, и посещая географическое общество Мексики, вдруг меня туда привезли в это поле, мечта как реализовалась, да, ну, нет, это редчайший случай. Само все-таки другие мотивы движущих путешествий, но и замечательные, так сказать, ощущения, я думаю, жизнь была бы неполной, если бы этих ощущений от путешествий не было. И поэтому, конечно, то, что делает прежде всего по инициативе Ульяновского отделения русского географического общества, это, конечно, полнейшее выполнение, супер выполнение миссии в целом русского географического общества, достучаться до каждого с точки зрения любви, отношения к природе, активизации собственных ресурсов, вот это все дело познать и поделиться с другими. Я думаю, что вообще Ульяновский, так вот, без всякой кровности, лидер в данном направлении, вот Алексей Петрович, я-то давно это слежу, и многих коллег лично знаю, Алексей Петрович только стал на стезю, и эту, да, и очень здорово, что вот одно из первых его визитов, я не ошибаюсь, один из первых, наверное, да, в регион, именно вот сюда, туда, где есть какие-то талоны, которые можно штамповать дальше в том или ином виде в других региональных отделениях. Хотя, сразу говорю, то, что мы видим, это суперклассы и организации, да, я просто отдаю дань организаторам в очередной раз их мастерству, это касается как идеологической составляющей, ну, совершенно разнообразной площадки, познавательная, информационная, обучающая, дискуссионная, для взрослых, для более старших, то есть, ну, конечно, замечательная структура, с умом сделанная, некоторые повторяются, но это разнообразно. Для меня, например, было удивление залезть в юрту, новый пейджет юрты, да, я думаю, если Анатолий порекомендует там шалашки на ветвях, где-нибудь девы в Амазоне, и вот то, что он там подсмотрел, да, это будет еще один из первых по опыту Анатолия Хижника. Вообще, конечно, это класс. В Рязани я мечтаю как раз вот создать музей путешественников, и могу с этим, с некоторой гордостью сказать, в столице, музейной столице России, а Ульянск, я считаю, музейной столице России, очевидно, да, вот, то мечтаю, конечно, сделать, ну, не вигвам, я больше по северу путешествую, а положим те же самые полуземлянки, в которых жили эскимос или алиуты, а потом и русские промышленники и исследователи русской Америки, вот. Вот, это сейчас я вижу, новые элементы появляются здесь, в Ульяновске. Но, с другой стороны, я вижу, и вот сегодня не случайно в своем обращении сделал, так сказать, посыл к органам власти, в первую очередь, конечно, областным, поскольку привлекать тысячи людей, конечно, видно уже, это есть результат, далеко выходящий за рамки, может быть, первоначальных целей и задач, конечно, нужна помощь инициаторам, добровольцам из областного отделения Русского географического общества. В этом плане, я считаю, Алексей Петрович со мной согласится, что этот фестиваль вышел на такой уровень, когда он действительно способен в своем потенциале охватить гораздо больше количества людей, если чуть-чуть власти с точки зрения организации поможет, может быть, расширять и площадки, делать их наружными и так далее. Но, мне кажется, вот сегодня была брошена фраза «межрегиональный», да, Ульяновск как раз и тянет на такую вот межрегиональную уже площадку, признаюсь, я даже при наличии определенного организационного опыта и возможности открывать многие двери в себя в регионе, извините за нескромность, да, я не могу сказать, чтобы я готов организовать такого масштабного мероприятия на данный момент, да. Ну да, я здесь сейчас положим через лекции, фильмы, выступления, создание канала о путешествиях на рязанском телевидении, в первую очередь интерес, конечно, и, так сказать, достижение путешествий людей рязанского региона отражается, и наши собственные, да. Вот, Ульяновск уже вышел далеко за эти короткие штанишки регионального проекта, и надо, конечно, в данном случае двигаться, а это двигаться за счет энтузиастов, конечно, крайне сложно. Один Егоров, Игорь Ильич, в всем уважении и поддержке многочисленных членов отделения на территории Ульяновского, конечно, этим уже будет не справляться, отсюда огрехи, отсюда однообразие, может быть, какие-то ошибки, я не говорю, что сейчас что-то я много увидел, нет, я призываю просто, первое, поздравляю всех ульянцев с событием действительно серьезного уровня, очень знакомым, в первую очередь, для подрастающего поколения, и призвал бы все-таки власти активнее внедриться в организацию в будущем, я так понимаю, восьмого фестиваля фрегат-паллада, это уже визитная карточка региона, которую надо подкреплять не только энергии отдельных энтузиастов, волонтеров и так далее. Вот этот посыл мне хотелось бы сегодня так вот сделать, как-то помочь своим коллегам, которые не взяли на себя бремя организации вот таких глобальных мероприятий. Спасибо. Если позволите, я пару слов тоже добавлю, поддерживаю, да, слова о том, что необходимо развивать всю историю, связанную с фестивалем, да, я неспроста сегодня сказал, что действительно уже его сейчас можно считать межрегиональным, но хотелось бы, конечно, мне как выходцу из органов исполнительной власти, я смотрю на организацию процесса еще в том числе, понимая, какие усилия на самом деле региональные органы власти приложили для того, чтобы этот фестиваль организовать, скажем так сказать, пару слов, ну, наверное, не в защиту, потому что Михаил Георгиевич ни в коем случае не это самое, не говорил негативно на эту сторону. Но, конечно, мы сегодня видели, что площадка, в принципе, которая существует, она предоставлена, в общем-то, правительством, насколько я себе представляю, Ульяновской области, потому что, ну... Министерством образования, ну, я говорю, в общем, правительством, да, то есть Министерством образования. Площадка предоставлена, действительно, есть достаточно большое количество волонтеров, это заслуга, да, в первую очередь работников, насколько я себе понимаю, образовательных учреждений, но, тем не менее, все равно это студенты, это те, которые учатся в государственных вузах. Поверьте мне, я практически уверен, что, и мы общались на эту тему и с Игорем Игоревичем Егоровым, что все-таки региональная власть за этим, я так представляю, по его словам, действительно смотрит очень пристально. Мы благодарны за это губернатору Ульяновской области, безусловно, благодарны, потому что без его патронажа, без его участия в попечительском совете, я думаю, что фестиваль бы не состоялся. Ну, а в том, что нужно больше, ну, мы всегда хотим большего, мы всегда хотим развиваться, и я думаю, что председатель попечительского совета регионального отделения в Ульяновской области знает об этом и думает об этом, практически уверен. Спасибо. Ну, я думаю, что здесь как раз, вот в качестве ремарки вставлю, Алексей Петрович, как раз переходный период работы в исполнительной власти и в добровольной общественной организации, разница очень большая, и здесь надо понимать, и в данном случае я не на кого не нападаю, а поддерживаю добровольцев, энтузиастов и призывая власть, конечно, не размазывать все, так сказать, поэт, а делать ставки на тех, кто работает, и развивать те направления среди общественных организаций, которые вписываются, конечно, в тренд развития того или иного региона. Это фестиваль, совершенно очевидно, в этом позитивном, я бы сказал, хорошем патриотическом тренде. Спасибо. Ну вот, все-таки хотелось перейти к теме путешествий. Фестиваль собирает путешественников, и не только наших региональных путешественников, но вот и из Москвы, и из Перу. Я так понимаю, Анатолий Владиславович сейчас больше в Перу даже живет, чем в Москве, да? У меня были моменты, когда я большей частью там жил, да. И вот вы рассказываете детям о путешествиях. Цель вообще путешествий, для чего вы ходите в путешествии, да, и для чего вы рассказываете об этом детям. Михаил Юрьевич, вы уже стали говорить, что цель у вас не только посмотреть там, да, на красивые места, а цель у вас прежде всего исследования, я так понимаю, да, медицинские исследования. Да нет, сейчас совершенно другие уже задачи, и, собственно говоря, даже студенческой, туристической, мол, я никогда не ставил задачу просто действительно посмотреть хорошие места. Мне всегда казалось, что немножко не очень-то хорошо студенту, медику, как-то вот терять время просто даже в экспедиции, где, так сказать, в походах, где просто так интересно, красиво, да, далее я должен еще как-то работать. Отсюда и родилась идея провести какие-то работы. Сначала это были чисто медицинские наблюдения, затем исторические поиски следов экспедиции Русанова, складов Толи на Таймере в составе полярной знаменитой экспедиции Комсомольской правды вместе с Дмитрием Шпарой. Я был участником этой экспедиции, врачом этой экспедиции. Великолепную школу удалось пройти, прежде чем начал совершать самостоятельные эти вещи, Да, собственно говоря, любая экспедиция, это, конечно, процесс познавателя, никогда ставят задачи каких-то чисто рекордов, никогда не ставят задачи каких-то вот просто, вы знаете, посетить и все. Каждая экспедиция – это серьезный проект повторения каких-то старших маршрутов, съемки фильмов. Это обязательно какая-то общественно значимая, полезная работа, которую, ну, в общем-то, приходится самим четко формулировать и определять. Вот почему я, кстати, все годы ставил членом Русского географического общества, потому что это действительно в большой степени такая отвечала духу меня, как человек, который любит время проводить где-то на природе. Не просто любование природой, но и изучение тех или иных ее сторон. Последние годы я просто выдвинул программу «Биографическое наследие России» как предмет национальной гордости и подражания. На мой взгляд, еще абсолютно нереализованные аспекты с точки зрения патриотического испытания, с точки зрения испытания подрастающего поколения, да и попуру, с точки зрения изучения нашего цивилизационного и научного исследовательского вклада России в мировую копилку знаний и приобретений. Поэтому вплоть до самого последнего момента вот я следую четко вот этой всей программе и последовательно этим занимаюсь. Конечно, это тяжелая, это ноша, это означает, надо изучать историю, отконтактировать с ведущими специалистами, если правило, начиная что-то новое, то выходи сразу на лучшее для того, чтобы не терять время на какие-то пустые разговоры и непроверенные вещи. Приятно сказать, что по теме русской Америки, мы работаем с лучшими специалистами в мире, и мы признаны уже, с ними сейчас накоплен материал о сохранении культурного наследия, элементов большого пласта русской культуры и на территории иностранного государства, это именуется ныне штат Аляска, Соединенные Штаты Америки, но открыли, освоили, привнесли туда цивилизацию мирным путем, почему у нас там заброслены именно российские следы, именно российские промышленники, российские миссионеры православия вообще началось с Северной Америки, благодаря теме русской Америки и благодаря первопроходцам нашим сначала промышленникам, затем уже, так сказать, миссионерам, которых направляла русская православная церковь, по указу Екатерины Второй, кстати, далекий, 1794 год. За этой миссией был, кстати, рязанец, первоправославной святой на территории русской, всей Северной Америки, преподобный Герман Аляскинский из Рязанской области, есть такой поселок городского типа, Кадыма. Как пример, а что же интерес потяжется, а вот то, что теперь на месте этого Кадыма достаточно глубинный район Рязанской области, в лесах, на границе с Мордовией, Нижним Новгородом, и мы там, благодаря нашим исследованиям, материалам, получим во время экспедиции на Аляске, при поддержке правительства Рязанской области, создаем туристический паломнический центр. Это означает, что это будут новые гостиницы, новые места общего пользования, это новые объекты недвижимости, отстройка новых церквей, памятные знаки, новый материал в школах, часовне и так далее, масса других посетителей из всех регионов и из других стран, поскольку имя Герман Аляскинского это международная слава России. И, конечно, цель с такими экспедициями стимулировать общественно значимые процессы, вещи, ну, вы знаете, вот благодаря положим нашим экспедициям, их уже восемь, в ближайшем году будет уже десять экспедициями по теме Русской Америки, создан Рязанский музей пятишедневек, где несколько будет тематик, но ключевая из них это Рязанция и освоение Русской Америки, совершенно новые темы. Фактически, то, что осталось после продажи Рязки в 1868 год, по настоящее время надо идти вне Кунсткамера в Санкт-Петербург, где то, что было до 1867 года, а вот после, куда? Надо идти в Рязань, хотя, я думаю, что столица музеев России в Ульяновске в этом плане даже позавидуют. Я помню, ваш губернатор, когда первый раз я посетил Ульяновск, он так с изумлением узнал, как у нас такого музея нет, и дал поручение организовать. Но я пока осознаю, что музея-путешественник в Ульяновске пока еще нет. Но если он будет создан, можете всегда рассчитывать на нашу консультативную помощь. Сейчас на фестивале присутствуют представители Рязанского музея-путешественника, а у нас Русское географическое общество, оно не учредительный музей, а муниципалитет города Рязань. И Рязанский музей-путешественник, мы как две организации, которые существуют, переводятся друг к другу, мы поддерживаем друг к другу. Это для меня, это, конечно, работать с населением, рассказы, используя различные методы, которые присущи профессионалам-музейщикам. Вот. То есть, я, например, вам показал цель для меня путешествия. Не просто, если на первоначальных этапах хоть были больше медицинские задачи, привязка моей первичной профессии, или же в человеческом плане самовыражение. У человека заложено определенные самоспособности, какой-то комплекс. Реализация его, это целый смысл нашего существа. Не успел все реализовать, не удовлетворен, смело смог реализовать, да, так сказать, ну и удовлетворение, так сказать, на склоне лета появляется. Так сейчас, конечно, уже это, даже этого становится мало, как путешественник дал, он уже сам реализовался. Вот. Ну а вот теперь уже, конечно, иметь общественно значимый результат от вот этого накопленного опыта пребывания на природе поисковых и следственных экспедиций, вовлечь туда молодое поколение ребят и привиди, и не просто комплекс вот великолепный, того, что я услышал, Анатолий сказал, школа выживания, это надо делать, да? Моя задача еще не просто школа выживания, моя задача, научить ребят мыслить именно вот так, мыслить с исследовательской точки зрения, чтобы твои личные устремления все-таки какой-то давали социальную, общественно значимую отдачу. И практически каждую экспедицию приглашаю подростков, но они проходят серьезную школу подготовки. Есть уже опыт первой экспедиции на Аляске, 2009 год, 14-летний парень, 1500 километров, 60 километров в день на Байдаков, тренировался, бегал на лыжах, так далее. Все, кто записался, чтобы грести, этот парень уже у нас был и на Людских островах, и штурмовал с нами вершины Шпицбергена. Сейчас вновь готовится на Аляску, заканчивают образование как студенты уже в Торонто, но все равно в наших рядах. Есть ребята, подростки, мы участвуем, тоже сейчас на правильном пути. То есть, вот это, конечно, вот эта задача оставить после себя людей, которые продолжают, продолжают ли, нет, это очень большая тема, к сожалению, страна еще не затронетая, повторюсь, географическое наследие. Вот это хотелось бы, чтобы оно так вот как-то продолжалось. Приятно сказать, ульяновством, если не все знают, что мы тесно работаем с нашими коллегами из русских географических общей, из Жилианского отделения и на Литвских островах, и на Шпицбергене. Даже могу назвать их фамилией. Вы даже уже беседовали ульяновской правды. Да, Бит Николаевич, конечно, это серьезная фигура старцев, да, вот, надеемся, еще другие ребята к нам присоединятся. Это хорошо. Анатолий Владиславович, а вот какова цель ваших путешествий? Ну, я, в принципе, так могу сказать, тоже, конечно, это исследование, но дело в том, что путешествия можно разделить, наверное, на две части. То есть, туризм, это когда люди знают, что они хотят получить, причем, неважно, экстремальный туризм, там, сплав по рекам, прыжки, там, с парашютом, либо вот человек приезжает в пятизвездочный отель, если вдруг он оказывается в двухзвездочном, то для него это шок и разочарование. Если там люди идут на байдарках, и у них река должна быть пятой категории сложности, а то вдруг бас, и она вторая, вторая, это разочарание, либо наоборот, они готовы к второй, а тут пятая, они все там гибнут, и им тоже не нравится умирать. Вот, то, скажем так, исследование, то, что меня всегда манило лет семи, это то, что никто раньше до этого не делал. Началось все, например, вот почему я уехал еще в конце 91-го года в Южную Америку, пройти тысячу километров одиночку через джунгли. Там, прочитал в какой-то газете, что в один француз пытался погиб, ну, на территории Перу, и поэтому я туда уехал, я решил это, как бы, сделать. Ну, в результате я там застрял на два года, ну, потому что время было такое, знаете, тут уже я уехал из Советского Союза, вернулся уже, рухнул Союз Россия, там тоже была гражданская война и в Перу, и в Боливии. В общем, чем я там только не занимался, и золото мыл, и в индейских племенах жил, ну, тысячи километров я прошел. Вот, а потом меня просто стало манить исследование тех людей, которые, например, совершенно не понимают цивилизации. То есть я, ну, за свою жизнь открыл, скажем так, две группы человеческие, одна это племя Коруба на границе Перу и Бразилии, а вторая это на границе Папу-Ново-Гвинеи и Индонезии, на острове Ново-Гвинеи, которые не видели белого человека. То есть это, конечно, ну, просто как машина времени. Попадаешь к людям, которые, ну, менталитетом, примерно, вот как креманьонцы, которые были около 20 тысяч лет назад. Вот. Понятно, там нет никаких даже товарно-обменных отношений. Это довольно агрессивное племя, они делают набеги на другие более цивилизованные племена, отнимают, а так охотятся, они не знают, это, разумеется, не этого, земледелия никакого, рыболовство тоже не развито, потому что их загнали в самые такие дальние районы, это район Вали-Дужевари, он вообще закрыт для всех. Мы, конечно, честно говоря, туда нелегально проникли, но по-другому никак нельзя было. И между крупными реками они живут только в лесу. Вот. Охота и собирательство. Я вот один из, ну, конечно, вот смотришь, когда им показываешь сжигалку, то есть как они вообще, они-то огонь трением добывают. Вот как для человека это вообще, я не знаю, как нам, наверное, когда я был, ну, в первом классе, мне бы показать вот сейчас компьютер. Да, не это, как мы играли, вот со всеми танками, настоящий, очень, так же для них. Когда мы показали им фонарик, ну, это все. Фонарик бы они нас убили, если бы мы его не отдали. Единственное, я не смог объяснить, конечно, что батарейки-то там рано или поздно кончатся, то есть для них, наверное, это будет большим шоком. Ну, вот это одно из племен, а второе в папу, но в гвене и такой же. То есть, вот эта машина времени попадать в другие пространства, это вот я исследовал. Потом я стал исследовать, ну, скажем так, традиционные методы лечения. Их у нас называют нетрадиционные, на самом деле, они-то гораздо древнее современных. Ну, это по-разному можно назвать, там, шаманизм, не шаманизм. На самом деле, у них же нету никаких докторов, вот у диких племен. Они лечатся травами и трансами. То есть, очень, ну, как они считают, что почти все болезни идут от мозга, и что блокировать, в том числе, даже раковые клетки можно. Ну, это уже более современные шаманы, которые, в Перу, например, это официально признанная медицина. То есть, там есть доктор медицины, но именно, скажем так, вот такой травяной. И, ну, серьезные очень вещи. Я этим занимаюсь уже 20 лет, и сам в этом участвовал, видел результаты. И, собственно, одно из моих направлений, я вожу людей туда, которые уже разочаровались здесь. Ну, это первая степень, конечно, рака, диабета. И, как бы, есть, ну, я думаю, если вам интересно, мы потом поговорим на эту тему, Михаил Георгиевич. То есть, есть хорошие результаты. Потом я ищу, скажем так, различные развалины, потому что в джунглях очень много, особенно, вот, в Перу, там практически каждый год находят какие-нибудь развалины. Но дело в том, что в основном это черные копатели, которые никому не сообщают, а вытаскивают и артефакты продают. Ну, вот, чтобы их опередить, мы тоже ищем. Я нашел несколько таких небольших, скажем так, ну, интересных развалин. Но самая большая, это вот эта Эльдорада, которую я ищу уже лет 20. Пока еще, вроде как, мы подобрались, но пока еще не нашли. Хотя у меня туда уже 10 экспедиций было, вот в то место, где мы, как бы, обложили это место. Ну, и так далее, и так далее. То есть, я что хочу сказать? Вот у меня разочарованием экспедиции быть не может, потому что я еду, совершенно не понимаю, что. То есть, я могу поехать, вот как мы ездили в Конго, снимать фильм про пигмеев, а в результате там гражданская война была, это демократическая республика Конго. Там, при нем, кстати, мало знают, там около 5 миллионов погибло. Там просто целые вот деревни вырезаются за одну ночь. И мы туда попали, нас там взяли сначала эти заложники. Ну, мы были ценные, конечно, грузы, они бы нас не убили, хотели, наверное, очень выкупить, ну, местные повстанцы, потом нас угандийские войска отбили. Но, тем не менее, никто разочарован не был, потому что человек, который едет, он не знает, что он получит. Может, он получит пулю, может, он откроет новое племя, может, он нают льдорады, это сразу там несколько миллиардов долларов, будет одним из, вообще, олигархов. Вот это вот и есть исследование. Ну, вот, как бы, у меня исследование, это в основном изолированные племена, их очень мало осталось. Сейчас вот то, что показывают по телевидению, это, конечно, постановочные кадры, и, честно говоря, я ими тоже занимаюсь, я, ну, вот, сотрудничаю, допустим, «Магия приключений» с Сергеем Владимировичем, с Требжемским, мы долго, скажем так, сотрудничаем там еще с некоторыми отдельными нашими, как бы, даже политиками, которые тоже ездят иногда, выезжают, вот, и, скажем так, мы делаем фильмы, но это иногда очень часто постановочно, ну, потому что люди уже, как бы, они что-то сохраняют, но, разумеется, они не голые ходят, как вот те, они там одеваются, раскрашиваются и так далее. Все меньше и меньше сохранилось, вот, ну, таких вот изолированных, как я их называю, племен, потому что, говорить «дикие», ну, мне кажется, не очень корректно, поскольку, кое-каких там вещах они еще дадут фору, цивилизованному человеку. И вот, значит, изолированные племена, развалины, и вот я все-таки хочу понять, как можно вылечивать людей, и, ну, я как бы даже, вот, знаю уже ряд людей, которые готовы даже сюда бы приехать, это одна из тоже моих задумок, здесь создать центр амазонской медицины. Этих я вывезу лекарей, ну, оттуда целителей. В Москве, например, такой уже есть один центр, который я помогал создать, можно и здесь. Вот, потом школа выживания, соответственно. Желательно, конечно, это вот как сетевой маркетинг, чтобы это вообще вышло на федеральный уровень. Ну, в каждом, хотя бы, в областном центре, чтобы вот была, тем более, где-то они есть, в Москве, например, есть уже, здесь как бы вот в ком-то начатке. Ну, очень долго могу говорить, так что я все, передаю слово. Я хотела уточнить, то есть, вы за то, чтобы сохранить такие изолированные племена, или нет? Значит, смотрите как, моя задача, это узнать, пока их... Перенять у них тоже опыт. Да, дело в том, что все эти племена после контакта с цивилизацией, они исчезают. Допустим, вот этих же коруб, их сейчас почти нет, потому что они там сталкиваются, туда проникают на их территории наркомафия, там трафик идет, и золотоискатель, их просто убивает. То есть, вот было племя, у него было куча вообще таких знаний, которые мы уже никогда не узнаем. Они просто погибли, все, их нет, таких десятки. То есть, я хочу до того, как они исчезнут, они, к сожалению, исчезнут вот в ближайшие годы, до того, как они исчезнут, узнать хоть что-то о них, о их культуре, что может помочь, в том числе, и, кстати, у них есть разные травы, как, например, кошачий коголь тот же, какие-то еще другие, которых мы не знаем, которые знают только они, и вот с их, ну, как бы вымиранием другой не узнает, а травы очень лечебные. Вот. Ну, и по возможности сохранить их хотя бы, чтобы их сразу не перебили. Вот. Лучше, как бы, я с ними вступлю в контакт, мы там, ну, там есть служба защиты индейцев, как-то передадим их координаты, чтобы их, ну, немножко взяли, скажем так, под контроль. Ну, вот это одна из целей. Спасибо. Вас хотят забрать срочно, да? Мы вас отпускаем тогда, это Алексей Петрович. Спасибо большое. Хотелось поблагодарить за такое мероприятие. Еще раз высказать славу благодарности всем организаторам и вам за теплый прием. Все то лучшее, что я сегодня увидел за весь день, мы, конечно, будем брать на вооружение. у нас предстоит большой третий фестиваль русского географического общества в Москве во второй декаде октября, где будут присутствовать делегации из разных регионов. Мы надеемся на то, что он будет достаточно масштабным, пройдет он в Манеже. И уверяю, что лучшие практики, полученные, как Михаил Георгиевич сказал, на эталонном практическом мероприятии, мы будем там использовать. Спасибо вам большое. Спасибо. Сужайте. Мы с вами продолжим беседу. Но я так понимаю, вот цель путешествий это все-таки исследование, накапливание опыта, передача опыта другим поколениям, сохранение культурного наследия. Так? Все я перечислю. Нет, вы знаете, когда мы говорим о путешествии, если мы говорим в широком плане, то почему не просто пребывание, хорошее время пробождения на природе, тоже имеет право на существование. Но мы говорим уже о личностных достаточно вещах. И вот я первый раз слышу рассуждения Анатолия, конечно, смысле его экспедиции достаточно рискованных и действительно таких вот пионерских, даже в наше время, когда что-либо открытие, какие-то белые пятна, крайне сложно, да? Поэтому давайте все-таки о путешествиях на фестивале. Ну вот то, что мы с Анатолием пропагандируем, это, конечно, ну вы знаете, это надо иметь очень серьезный опыт первичного, так сказать, вот первичного просто пребывания на природе и очень безопасного. Для того, чтобы проводить какую-то работу, прежде всего надо, конечно, уметь там находиться. Ты ничего не можешь, когда подаешь в враждебную, агрессивную среду, ты ни о чем не можешь думать, прежде всего, как о самосохранении себя как биологический субъект, это рефлекс вот любого живого организма, да? А люди, которые это преодолевают, на определенный опыт, конечно, они могут заниматься дополнительной работой как таковой, о чем вот мы сейчас и толкуем с Анатолием. Правда, каждый с своей стороной, значит, просто дополняем и говорим о том, что, конечно, для нас эта экспедиция, это продолжение познания, великолепный пример, я в первую очередь никогда не мог предположить, большое количество племен, действительно, не имеющих контакта с цивилизацией, не знаю, где их отыскать, тоже любопытно посмотрел бы, как Миклух Маклай на все эти вещи. Я даже слушаю, Анатолий, вот так себя поймал на мысли, вот есть опыт аналогичный, Миклух Маклай, замечательный, уважаемый, на мой взгляд, еще не до конца раскрытый человек, и может быть, преподнесенный этой советской существующей стереографии не так, как это было на самом деле, по крайней мере, есть у меня какие-то сомнения в этом плане, вот его опыт, когда он эти вещи рассказывает, то, что говорит сейчас Анатолий, я провожу какие-то параллели, и у Анатоли теперь уже есть возможность скорректировать свое будущее поведение при встрече с будущими неоткрытыми неким еще племенами, каковы последствия для, прежде всего, вот этих, конечно, людей, первые контакты с белым человеком, но вопрос очень классный, гуманный, конечно, вопрос, перспектива для этих людей, оно не теряется, но в том, это может окончательно заблудиться и исчезнуть, а мудрость, конечно, заключается в том, чтобы сохранить вот этот уникальный опыт, отражающий определенную ступень развития в целом человеческого человечества, конечно, вот как можно больше в неизменном виде, такая, вы знаете, вот скользкая позиция и облегчить жизнь людям за счет технологий, в то же время грозит потерять этот их уникальный опыт, вот как-то его надо сохранить, интересная миссия Анатолия, буду теперь более внимательно наблюдать, смотреть. Мне поразил экспонат, кстати, перебью немножечко, на выставке вашей, как раз на фестивале фрегатов Паллада, новый экспонат приворотное зелье, это настоящее приворотное зелье? Настоящее, поэтому оно запаяно, оно запаяно, но бутылки, чтобы не открывать, это не то, что приворотное, это, ну, это, как сказать, стимулятор, это стимулятор намерения, это, я бы сказал, ну, такое энергетическое, вот, ближе даже к восточной медицине, оно, ну, как иммунно повышающее, оно стимулирует желание, оно может, это как одно, иногда его используют, как приворотное, или, наоборот, отворотное, иногда для здоровья, то есть оно реально помогает, во многом это, конечно, ну, так называемое плацебо, то есть одна из, ну, из характеристик вот этих шаманских практик в том, что они считают, что излечение заложено в каждом человеке само, то есть человек, организм может, ну, во многом сам себя вылечить, ну, хотя бы в несколько раз сильнее, чем он пытается сделать, но, как бы, есть такой тумблер, то есть их задача, вот этот тумблер переключить, и организм начинает, ну, как бы, сам себя восстанавливать, это, ну, это, я думаю, и медицине известно, то есть, когда вот есть такой стресс, адреналин, я вот на охоте там проваливался, например, подлёдка, был минус 25, весь замерзал, отдохнуть еще из бушки, там было, короче, часа три шёл, и не чихнул, там, я был в таких местах, где вот, ну, скажем, там же очень много, особенно в Африке, ну, не чума, но и холера, восстанавливаются эти бациллы, и организм, как-то вот иммунитет, что ли, он начинает вырабатывать сам, то есть, ну, даже в грязи не заболеваешь, то есть, это вот такой, как сказать, стимулятор любых желаний, в том числе и по привороту, ну, тут немножко магии, немножко реальных, скажем, там много всяких трав, там много лекарственных препаратов, там кусочек змеи, есть змея, да, ну, змея у них, это не простая змея, священная, бушмейстер, там с ней особо, как бы связан, ну, как и в китайской медицине, что-то, может быть, это, ну, выдумки, а что-то это реально, как бы, там делали же исследования медицинские, что в него входит, и оно действительно помогает, ну, конечно, по чуть-чуть, прям по капле применяют. Анатолий Владиславович, вот, вы то там живете, то здесь, где вам все-таки более комфортно чувствуется? Ну, скажем так, вот два места, Амазония и Россия, ну, Россия, скажем так, все-таки не Москва, крупный город, ну, мне приходится долго пройти в Москве, мне он не очень нравится, я дело в том, что вот лет, наверное, 15, так, а то и больше 20 не проводил, время в своем, вот, родном городе Димитровграде, тут так надолго я сел, в принципе, мне вполне здесь комфортно. Оставайтесь. Ну, понимаете, как бы большие экспедиции, вот их невозможно пока отсюда начать, то есть отсюда же даже не улетишь, там, в Рио-де-Жен-Р, все равно в Москву, в Москве основные потоки, центры, и через Москву уже туда. Ну, а так, Россия и Амазония, но я сам еще вот не был, например, на Востоке. У меня мечта, кстати, на Аляску, как раз по русским староверам пройтись. Я в Боливии нашел в 91-м году русских староверов, но про них сейчас уже мы снимали передачи. Это была миграция после Октябрьской революции, они какое-то время там осели, а потом эти староверы переселились, кстати, я посещал староверов, контактировал в разных местах, но компактное место проживания на Кенайском полуострове, там есть деревни, Николаевка называется, знаете, такие вот интересные, да, у них говор своеобразный, сохранился вот этот такой менталитет, но и до сих пор вот это настороженное отношение к представителям других конфессий совершенно точно никуда не делось, оно там присутствует. Поэтому, конечно, Антон, подскажем, расскажем, что-то интересное. Тема из специальных наших исследований, как-то это не было, но то, что они присутствуют, но не как, так скажем, те самые потомки людей, которые открывали, осваивали Русскую Америку, другими словами нынешнюю Аляску, нет, это другая немножко история, но интерес сам по себе факт, конечно, их культурных обычай, традиций, они как раз приехали в более поздний период на территорию штата Аляска. С 40-50-го года американская провинция, об этом сейчас, кстати, официально сожалеет, проводила достаточно агрессивную линию по, так скажем, не поддерживать и русские традиции, и традиции местного населения, то есть кемосов, алиутов, индейцев, как-то вот не приветствовалось все это, это, конечно, пагодно сказалось, вот немногих носителей русского языка и национальных, присущих коренным, реальным коренным народам штата Аляска, традиции, теперь это как-то время упущено, многие вещи забыты, но удивительные, вот одна из тем моих будущих, может быть, изучений, это поскольку во времена царской империи, до 1867-го года часть народа с иллюзских островов, с полства Ролятка, ввозилась на Курилы, на Командоры, на Камчатку для начала каких-либо, промысловых, например, бизнесов и дел, не было их никогда на Командоры, то же самое знаменитое селение Никольское, на острове Беринга, это вот Командорские острова, там выход из острова Атка, который мы посещали, и это одно название-то, вот это Никольское появилось из-за того, что была деревня Никольская, на острове Атка, значит, и некоторые вещи, которые сохранились, была на территории российской ныне, но утерянной и забытого, вот ввиду не очень разумной официальной политики властей, на тех же самых Холливудских островах, вот смысл всех этих вещей, вот смысл народной дипломатии, способствовать, конечно, вот возврату потерянных на одной территории, но, конечно, на другой территории, культурных традиций, национальных каких-то обрядов и так далее. Я считаю, это очень такая благородная человеческая миссия, по крайней мере, хотелось свое слово и свое лепто в это дело внести. Спасибо, что вы пришли, еще предстоит несколько дней работы на фестивале, я думаю, сейчас вы друг с другом пообщаетесь, договоритесь. Мы найдем общий язык, да, уже пару совместных может экспедиций. Да, я уже, да, смотрю, вот в нескольких проектах так уже вырисовывается. Спасибо большое. И мы ждем вас на следующем фестивале. И вас тоже. Михаил Георгиевич, уже вот ты понял, что надо каждый год ездить к нам обязательно просто. Ну, надо коллег поддерживать, да, как-то вот радовать новыми проектами, новыми экспедициями. Каждый раз все-таки мы приезжаем с новыми результатами, стараемся ваших ребят привлекать и такой вот пул регионов, завязанных на тему совместного географического наследия России, пытаемся сделать. Ну, а всем, кто нас смотрел, приглашаем на совершенно уникальное мероприятие, Ульяновский фестиваль «Фрегат Паллада». Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Ну, значит, не последний раз. Да.